Разочарование вчерашними данными по американскому сектору услуг было отыграно рынком не меньшим разочарованием данных уже по экономике еврозоны. Евро вновь обесценивается. Согласно опубликованным сегодня данным по розничным продажам, уровень потребления в еврозоне остается низким. Более того, за апрель был зарегистрирован нулевой прирост продаж вместо ожидаемого роста на 0,2%. Причем в детальной информации отмечено снижение продаж продуктов питания и топлива, но рост покупок непродовольственных товаров нивелировал этот спад. Не порадовала и статистика из Германии, локомотива европейской экономики. Тут второй месяц подряд отмечается негативная динамика в промышленности. Объем производственных заказов упал на 0,4% в апреле. Все это свидетельство падения спроса. Как результат ястребиной политики Европейского Центрального банка. В свою очередь глава Центробанка региона Кристин Лагард шлет очередные сигналы о намерении продолжать политику повышения ставок. Несмотря на признаки бедствия и экономической рецессии, Лагард вчера повторила свою озабоченность лишь высоким темпом инфляции и подтвердила намерение дальше поднимать ставку. Но, как мы видим по графику, инвесторы все же игнорируют повестку Центробанка еврозоны и отыгрывают лишь новости относительно дальнейших планов американского ЦБ. Евро по отношению к доллару США вчера после новостей о замедлении темпа роста деловой активности в секторе услуг США изменило направление движения около уровня 1,0680. Это привело к частичному восстановлению цены евро. Важно учесть, что евро все еще находится в перепроданной зоне по отношению к доллару, и это делает ее крайне нестабильным рывки вниз. Но в настоящее время рано говорить о полноценном развороте графика вверх. Да и фундаментальный фон, как мы видели, не очень благоволит покупать евро. Поэтому если цена вернется ниже значения 1,0680, это может привести к дальнейшему снижению, несмотря даже на перепроданность, однако если котировка сможет подняться выше уровня 1,0750 и там удерживаться, особенно в четырехчасовом периоде, то это может изменить ситуацию в пользу покупателей. Что касается британской валюты, то тут мы видим, как валютная пара фунт-доллар в процессе интенсивного снижения практически достигла уровня поддержки 1,2350 и это вызвало сокращение объема коротких позиций, в результате произошел отскок цены, способствующий восстановлению стоимости британской валюты после недавнего спада. Текущая ситуация предполагает, что устойчивое удержание котировки выше уровня 1,2450 может привести к дальнейшему росту стоимости фунта стерлингов и к продолжению цикла восстановления. Однако трейдеры будут рассматривать нисходящий сценарий, если котировка вернется ниже значения 1,2400, в этом случае уровень поддержки 1,2350 станет под угрозой пробоя. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс и с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!